Врагов было, если даже и меньше, они не могли их победить. Было явно, что Бог отвернулся от Израиля. Это была страшная трагедия вообще. Во втором столетии это страшная и страшнейшая трагедия. И Рим мне приказали вообще перепахать плугами Иерусалим вообще. Все, чтобы вообще больше евреи здесь не селились, забудем вообще это место. И под страхом смертной казни запретили селиться даже в пределах видимости. Началось великое рассеяние еврейского народа. Страшная трагедия, которая продолжалась почти два тысячелетия. И только лишь уже вот в наше время, ну вот в конце 19 века, начало 20-го, постепенно, понемногу начало формироваться такое сионистское движение, пробуждение еврейского народа, восстановление Израиля. Отдельные патриоты говорили, что пора возвращаться в свою землю. Но пелена лежала на религиозниках, на вождях религиозных еврейского народа, европейского еврейства, по крайней мере. И тех молодых ребят, патриотов, сионистов отлучали от синагог, сдавали полиции, гнали их, говорили, это нечестивцы. Мы уже, ну, одним словом, самое страшное не тогда, когда там деревца пригнули перевезью какой-то к земле, а страшное, когда уже эту перевезь уже сняли, а деревца так и осталось кривое. Люди так и считали, что все, наша судьба быть вечно изгнанником. Лишь некоторые семьи возвращались понемногу, помало-помало возвращались туда, в Палестину, и это было очень тяжелым, конечно, да, очень тяжелым путешествием, и выживать там было очень сложно, восстановление Израиля было очень сложным. Но это чудо произошло. После самой черной ночи, как в той песне поется, были дни черные ночи. И вот действительно, самой черной ночи, истории человечества, Вторая мировая война, ну, Первая мировая война, потом Вторая мировая, это ужасы, катастрофы страшнейшие. И Вторая мировая война, она ознаменована самой страшной катастрофой также в истории еврейского народа. Шесть миллионов евреев истреблено. Европейское еврейство под ножку было пущено. Холокост. Обычно мы называем это шоа, трагедия. И после этой страшной черной ночи забрежил рассвет. Забрежил рассвет вдруг. И многие интуитивно стали просто искать дороги, путей в Эрец-Израиль, в землю Израиля, в землю обетованную. Это было от Бога. Хотя все препятствия были по-прежнему. И британцы не давали переселяться, и другие народы тормозили евреев. Но, как в той песне поется, которая стала гимном возрожденного и возрождаемого еврейского государства. Надежда. Надежда. Хорошая песня. Есть советская песня, да, вот эта вот, советского времени. Надежда, мой компас земной. Хорошая песня тоже, но есть еврейская надежда. Ха-типа. А в еврейском языке надежда это не просто надеюсь. Я активно надеюсь, прилагаю усилия для того, чтобы эта надежда, она реализовалась. В сердце не угаснет священный огонь. Будет стремиться еврейская душа. Будет стремиться к востоку, на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освящает путь. Мы две тысячи лет ее храним. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. И в двадцатом столетии после Второй мировой войны произошли два геополитических чуда Божьих, великих. 1948 и 1967 годы. Возрождение Израиля. Возрождение Иерусалима, как столица Израиля. Хотя, конечно, да, окончательного возрождения еще очень далеко. И окончательное возрождение я, как новозаветный верующий, понимаю, как мессианский служитель так же, как христианский проповедник. Я понимаю, что окончательное возрождение еврейского государства произойдет в Адимашефе. Когда вернется Христос. И Израиль будет не просто той маленькой полосочкой земли, как ныне мы видим. Там даже негде написать слово «Израиль». Цифра лишь обычно стоит над нашей страной. Потому что, на самом деле, там очень мало земли. И за ту полосочку земли столько кровушки и слез уже пролито. Это не напрасно все, конечно, да. Но мы знаем, что когда вернется Машиах, когда придет Иисус Иешуа, который есть не только, как написано о нем в Новом Завете, Духом Святым, и не только Он есть свет, просвещающий все народы, Он есть и слава народа своего Израиля, то возродится еврейское государство. Окончательно возродится. И будет большая земля наша. От моря до моря, от реки до реки, как Господь и Отцу нашему Аврааму предначертал. И это будет тысячелетнее царство правления. Настоящее тысячелетнее царство нашего короля Христа. И, братья и сестры, но и церковь, и Израиль проходят очень непростой путь своего развития, своей истории. Бог, автор Израиля, Бог, автор Церкви. Бог создал Израиля, Бог создал Церковь. И тот проект, и тот проект имеют целью спасения всего рода человеческого. И тот проект, и тот проект, действительно, это от любви Божьей для спасения всего лица земли. Для спасения всего человечества. Удивительная история. И наше время, особенно после Второй мировой войны, ознаменовано зарождением и формированием мессианского пробуждения. Сегодня, как никогда, вообще в истории, вот этой двухтысячелетней истории нашей, как никогда огромное количество евреев уверовало, приняло Иисуса как Христа, своего Спасителя. В Соединенных Штатах Америки, допустим, порядка 10% всего еврейского населения являются либо мессианскими, членами мессианских общин, конгрегаций, либо членами христианских церквей. И, слава Богу, и это лишь начало. И так весь Израиль спасется, написано. Огромное пробуждение в Израиле мы ожидаем. Я молюсь об этом, дружусь для того, так же. И как христианский священнослужитель, я молюсь о пробуждении не только Израиля, пробуждения церкви. И Израиль и Церковь им суждено пробудиться, на самом деле, и стать светом для народов. Стать действительно, да, Божьими светочами этими. Потому что, ну, это Божье определение. И в истории христианства, если брать вот историю церкви, то после вот той трагедии с Алжем-Мессией, лжехристом, антихристом, да, пришедшим тогда, во втором столетии, то что произошло? Началось разделение, очень серьезное разделение, отделение церкви от Израиля и Израиля от церкви. И этот процесс, он был, ну, обоюдной трагедией, как в любом разводе. Нельзя сказать, что в разводе, допустим, к примеру, мужа и жены, да, одна сторона счастлива, другая несчастлива. Такого не бывает. Это по-живому, когда рвется. Обе стороны, они переживают боль, трагедию. То же самое и израильная церковь. Когда вот этот разрыв, во втором столетии очень мощный, сильнейший, в первом столетии разрыв был, но во втором он начался просто, имел катастрофические последствия, двухтысячелетние почти последствия. До сих пор продолжается этот разрыв. И в этом разрыве пострадал и Израиль, и пострадала церковь. Если брать церковь, в чем пострадала? Наверное, самая большая трагедия, это вот в теории замещение, в отрыве от библейских корней, еврейских корней. Христианская церковь стала плевать в колодец, которого сама же пила. Стала рубить суп, на котором сама же сидела. Павел писал, помните послание к римлянам, не гордись, но бойся, обращаясь к ветвям, как бы к уверовавшим из неевреев. И предупреждал через это послание не гордиться перед природными ветвями, которые отпали неверием, не гордись перед ними. Бог силен привить их обратно. Не думай, что вот ты привился, теперь, и вот гордись. Нет, нет. Но, к сожалению, словам этого предупреждения последующие поколения не стали внимать. Наоборот, гордость, мы не евреи, евреи не мы, а потом стали говорить, а мы и есть, собственно, настоящий Израиль. А тот Израиль, это уже все, это уже... и не Израиль даже. Началась теория замещения. И особенно, ну, во время гонений это не так было еще как бы видно. Это все было еще как бы, знаете, болезнь бродила как бы внутри тела, она еще наружу не являлась. Но вот уже в четвертом столетии, я вчера уже немного говорил о том времени, в начале четвертого столетия христианская церковь, она уже из-под поля вышла на арену мировую, стала уже католической церковью, вселенской, то бе всеобщей, была признана государством как государственной, бюджетной церковь уже. Уже за деньги государственные строились храмы, там, переписывались Библии, платилось жалование там священнослужителям. То есть уже быть священником стало, христианским стало быть почетно и выгодно вообще. Вот. И то, что не сделали там костры Нерона, там казни жуткие там в Колизее, где-то еще, гонения, меч, что не мог сделать, то сделали деньги, гордость, похоть. И удивительно, на самом деле некоторые братья, многие там попадали, выдержав, казалось бы, такие сильные гонения, придя к Литяне, там тюрьмы прошли. А когда свобода, вот тогда и сломались. Представляете? Наверное, вот не надо расслабляться никогда. Наверное, особенно, когда начинают нас хвалить. Когда ругают, то церковь гонят, то здесь как бы больше, как бы так, церковь здоровее как-то. А когда начинают хвалить, и тогда вот сложнее. В периоды мира как-то оставаться верующим сложнее для христиан. Когда гонят, как-то, ну, проще, там интуитивно. Ищешь защиту у Бога. Там как бы ты как-то хочешь, не хочешь, но ты как-то собранный. Вот. А враг-то, он меняет тактику часто. Цель одна. У сатаны одна цель. Украсть, убить и погубить. Но тактика может меняться. И вот если вот как бы первых 300 лет была тактика в основном грубой силы одолеть церковь, то в начале 4-го столетия вроде как поддавки начались. Знаете, как вот в борьбе, да? Силу противника используешь, его движение, для того, чтобы его же самого и повернуть. Вот нечто подобное произошло вот в начале 4-го столетия. Вот. И потому что за 300 лет римы не поняли, что бесполезно. Церковь не ломается, не убивается, а наоборот, все крепче и крепче становится вообще. Там такие истории. Я вчера некоторые вещи рассказывал там, да? Там были даже такие случаи даже. Про одного пишут циркача, клоуна, который, ну, насмеивался над всеми. С комаров, как бы, и как назвать его, не знаю. Ну, шут гороховый, как говорится. Он, значит, просмеивал. Ну, там же в Колизее, допустим, да? Там же не только там львы там выступали, там, да? И гладиаторы там. И убивали людей там. Но там были и такие, как в цирке, допустим, да? Тоже и львы там, и слоны там, допустим. И выходят клоуны, чтобы разбавлять, как бы, атмосферу немного, заряжать. И вот там тоже римляне использовали. Выходили клоуны, там, дурака моляли, вот, смеялись, там, значит, там, значит, там, и, как бы, народ доволен. Хлеба и зрелища, все было вдобавок. Да, телевизоров не было, как бы, все надо было так вот в реале, все увидеть. И, значит, и вот этот один, этот, как говорится, шут гороховый, он, значит, просмеивал христиан. Да, значит, и он, видимо, хороший был артист, он решил, как бы, ну, узнать все-таки, ну, как бы, во что же христиане верят, чтобы, как бы, их сленг использовать, как бы, их там, может, какие-то там, подражать им, как бы, их на сцене реалистично, как бы, так, изображать. Там даже купель была поставлена, как бы, один изображал пресс-фитера, значит, который, вроде как, крестил, там, какого-то новообращенного. И, значит, один, там, значит, такого лопуха, обывателя римского такого, да, изображал, значит, тот самый клоун, который, значит, вроде как бы, вот, значит, его там все, кто-то вовлекли, там, крестили, там, околпачили, лапши навешали, макаронных этих изделий на уши. Одним словом, и весело всем. Вот. И, представляете, тот самый клоун, значит, он наслушался христиан, послушал их, посмотрел, поговорил, и он понял, что-то здесь не то вообще происходит. Над кем смеемся, господа? Да, над собой смеемся. Короче, когда началось представление, он поначалу там смеялся, дурака валял, а потом стал, там, выйти из купели, стал там, ну, из крещения совершив там, он стал кричать, что я вижу сейчас Иисуса, вот Христос сейчас здесь, толпа, ух, смеялись, короче, с него там все. А он все одно и то же твердил, ну, уже не смешно, уже стало, как бы, чтобы пластинку заело, что ли, как бы. Он все одно и то же говорит, что вот Христос сейчас здесь, я вижу Иисуса, ну, хватит уже, уберите этого дурака со сцены, еще он здесь уже, ну, уже, уже, переигрывает уже. А он сказал, нет, я не переиграю, я на самом деле уверовал, и вот он сейчас здесь, Иисус сейчас здесь. Короче, или ты покидаешь сейчас эту площадку, или, короче, сейчас выгоняем христиан, и ты остаешься, ты вместе с ними сейчас, и тебя сожрут сейчас эти львы. Вот, а я остаюсь. Трупа вся ушла, думает, вообще, либо перегрелся на жарком солнце, либо на самом деле сегтантом стал. Короче, он остался там, представляете, вышли христиане, пели гимны, и он с ними стоял, вот такой обращенный прямо на арене Колизея, представляете, выгнали этих львов, они там всех сожрали, значит, римляне, но римлянам было не до смеха, потому что артисты этого любили, вот, и как бы задумались многие, многие ушли уже оттуда, короче, уже как бы программа, как бы не удалась как-то, задумались, что же это за вера такая, что человек, как бы явно понимая, взрослый человек, понимая, что сейчас его сожрут здесь, он остался, не мог же он так войти в роль, видимо, он что-то пережил, на самом деле, неужели Христос там был вообще? Короче, очень интересные истории происходили, очень часто палачи вчерашние становились сами проповедниками, и таких много было примеров, вчерашние гонители церкви, колдуны, там в житиях святых очень много примеров таких, там даже начальник школы магии, Киприан, стал впоследствии пресвитером, и потом епископом церкви, значит, и вместо школы магии образовалась такая библейская школа там у него, вообще там много очень примеров есть таких, когда даже обращения не простых даже людей, а таких, ну, титулованов, там, всадников этих, даже сенаторов, там известный случай, когда казнили одного из сенаторов даже, Аполлония, который прилюдно в сенате говорил об Иисусе Христе, как о спасителе Рима, вообще империи, вообще мира всего, и думали, он старик из ума выжил вообще, значит, когда за христианство людей арестовали на улицах, а он в сенате, об этом стал говорить, ну, короче, старика арестовали, допрашивали, он не отрекался от своих слов, сказал, что да, он верит в Христа, вот, уверовал, что это действительно настоящий спаситель, короче, его тоже казнили там среди всех остальных христиан, но в сенате там народ призадумался, если он, имея огромное состояние, власть, значит, да, и представьте, значит, ну, всю жизнь там в политике, и он вдруг заявляет, что Иисус Христос, Спаситель Господь, в этом что-то есть, одним словом, христианство стало достигать и дворцов, и простых жилищ бедняков, и крестьян, и рабов, очень разных людей, вот, и в начале 4-го столетия, когда христианство легализовывалось, то выяснилось, что порядка 10% населения в городах были христиане, это в условии гонений, представьте, там репрессии постоянных, легализованная церковь была огромной, ну, по тем временам, это же порядка 10% городского населения, это огромное количество народу, вот, плюс еще надо учитывать, что не все христианские церкви легализовались, потому что еще памятен был, были деяния этого гонителя, последнего римского императора, который гнал его, Диоклетиан звали, он, кстати, тоже был такой интересный дядька, он, значит, с одной стороны, грамотный человек, умный человек, да, хороший политик, но он даже интересовался христианством, даже у него при дворце, ну, поначалу-то жили христиане, служители, даже епископы жили у него, вместе с ним там кушали, общались там, то есть он слушал их рассказы, послания Павлова, значит, основы учения христианского, то есть он не был там, как бы, неосведомленным, он знал о христианах, и, наверное, епископы некоторые, которые были при нем, они надеялись было, что он, как бы, не просто прекратит гонение, а может даже и сам обратиться, и диоклетиан, как бы, интересовался, интересовался, потом он сделал шаги, вроде, как бы, даже к легализации христианства, сказал, чтобы епископы, всех членов церквей, по городам, списки передали властям, чтобы вы показали тем самым, что вы добропорядочные граждане, вы не будете скрываться, убегать никуда, налоги будете платить вовремя, все, как бы, вот, вы закону послушны, и епископы многие действительно сделали списки этих своих прихожан, прям с адресами, все, да, процесс пошел, как бы, к началу легализации, как бы, и вдруг, как гром среди ясного неба, секретный указ, письмо, которое было разоснуло по всей империи, о начале гонений, и римские легионеры, прямо по этим спискам, шли и арестовали целые общины, в некомедии, в один день, 20 тысяч человек сожгли, 20 тысяч в один день, это же просто массовая бойня была просто, и, потому что христиане сами передали эти списки, членов церквей, властям, и это было, и диоклетян, ну, историки до сих пор не знают, что же произошло, либо его перемкнуло, либо бесовское какое-то там наваждение, а другие говорят, наверное, у него был хитроумный план, наверное, возможно, специально выявить всех, и одним махом, как говорится, всех убивахом, и, кстати, при диоклетиане, даже там, триумфальная арка была сооружена, и там титулы этого, и победы этого императора перечислялись, и да, да, на самом деле, там, эта арка до сих пор в Риме сохранилась, и там написано, уничтожившие христианство, ну, как бы это, одна из его побед считалась вообще, он считал это своим достижением, вот прежние императоры пытались, пытались, но все как-то у них не получалось, а я всех одним махом, ну, он понимал, конечно, что далеко не всех, но он считал, что почти всех, остальные, какие остались, либо догнивают где-то там на галерах, на рудниках, последние, либо убежали куда-то там, куда Макар Телят не пас, куда-то за края, айкумены, где их точно там всех там, короче, истребят последних христиан, то есть он считал, что в империи римское все, с христианством покончено, это был Диоклетиан, самый хитроумный из гонителей, вот, возможно, или самое обижимое, хотя он и много хорошего сделал для Рима, я не знаю, там трудно сказать вообще, в нем, я читал о нем много, и о нем и хорошие отзывы, но вот касательно христианства, он прямо вот был гонителем очень страшно, он был из тех политиков, который, наверное, хороший шахматист был, он просчитывал ходы наперед, поэтому, возможно, он и заранее имел такой план, потому что, когда он уже был немолодой человек, уже он понимал, что молодые политики его сейчас потеснят, будут теснить, ну и, возможно, мало ли, как бы, всякое, да, в Риме тоже бывает такое, что, как этот, Иван Васильевич, меня профессию, да, отпей ты из кубка, да что, Иван Васильевич, в наше время килька травится, быстрее, нет, отпей, из кубка, да все, одним словом, он понимал, что его могут просто-напросто так вот, да, значит, как бы так вот, и поэтому он заявил, что уходит на пенсию, уезжал на дачу, и там, выращивал себе капусту, занялся сельским хозяйством, вообще там, фермерством, вообще, к нему приезжали политики, а он им, они ему там, об мировом масштабе, там, о римской армии, а у меня капуста, новый сорт вывел, вот такой, как бы, короче, думает, наверное, все уже, а он хитро, он понимал, что стоит ему сейчас вернуться, его там, нагло посадят, дядька интересный был, не, ну, я надеюсь, что он покаялся все-таки перед смертью, все-таки не только с капустой там занимался, но надеюсь, что он все-таки покаялся, вот, но, по крайней мере, когда после него уже там были, смена власти была, и в конце концов, победили два императора, Константин на западе, и, Ликиний на востоке, император, ну, они были в родстве, Ликиний был женат на родной сестре, Константина, Констанция, они, в принципе, ладили, ну, до поры, потом воевали, конечно, но, одно слово, но в 313 году они вместе собрались, вместе договорились, все, мир, дружба, жвачки, как говорится, все, они, и плюс еще они договорились, что с христианами мы не будем поступать больше так вот лукаво, не будем их гнать, и в качестве вот такого, такого акта было объявлено, что христианство отныне не только там религия терпимая, а религия католическая, религия всеобщая, универсальная, государственная, и в качестве извинений от властей, все, кто там уцелел из христиан, находясь там в рабстве, где-то там на галерах, там на рудниках, им всем дана была свобода, имущество, недвижимость, там какая у них была конфискована, была возвращена, или же компенсация денежная, там причиталась, там библии переписывались, потому что пожигали там литературу христианскую, потому что деклетиан, он распоряжался узнавать на местах, властям местным, где хранятся у них библии, у христиан, чтобы уничтожать эту книгу, чтобы именно память о Христе полностью истребилась, представляете, вот, но несмотря на это, да, были истреблены почти все выкупицы библии, но христиане некоторые сохранили, кстати, сохранились в основном христианские общины, которые не пошли, как бы, на регистрацию, списки не передавали, которые были, ну, себе на уме, одним словом, которые, да-да, но, как бы, они вот, все-таки сторонились, и которые, как бы, оказались самостоятельны, некоторые это сделали по откровению свыше даже, там есть несколько таких историй интересных, вообще сверхъестественных, да, действительно сверхъестественных историй, там, допустим, в одном городе, когда даже уже списки были у властей, и римские палачи уже пришли уже в город, уже вот эти армии, которые должны были арестовывать, христианская община смогла в последний момент по откровению просто сорваться, оставить все, фактически, да, нажитое, непосильным трудом, говорится, но спасти себя. Они полностью ушли в пещеры, не в пещеры, как, ушли в горы, и там был небольшой проход туда, значит, тайный, который римляне, собственно, не знали, как бы, и спаслись на таком плато горном, и там выживали они, несколько лет проживали там, а потом вернулись уже. Кстати, там есть сверхъестественный такой момент интересный, когда в городе нашелся один там человек, вроде как бы предатель, или как назвать его, ну, отступник, который знал тайные тропы, и знал, где христиане могут прятаться. И он, значит, пришел там к этим римским властям, и сказал, я, ну, заплатите мне, пожалуйста, и я тут, короче, ну, такой Иван Сусанин, я, короче, вас проведу туда, значит, и покажу вам место, где, вероятнее всего, там они и прячутся, христиане, потому что, ну, других мест, как бы, по округе не найти. И римляне согласились, хорошо, заплатим тебе, только веди нас. И он, повел их. И когда привел туда, прошел через этот проход, значит, там на плато, никого нету. Короче, это дурак-то вообще, деньги забрали, его ни с чем оставили и ушли. А оказывается, это была как шапка-невидимка, оказывается, только в больших масштабах, оказывается, община эта, христиане, они уже увидели, что римляне приближаются, и уже спастись некуда больше, с этого плато больше нет, нет выходов. И они просто встали на молитву. И сверхъестественно, стала община вся, тысячная община, невидимой для римлян. И когда римляне уже ушли, а тот предатель остался, то они встали с молитвой, и они стали видимыми. И он их увидел. Мамочка, вот оказывается, они все здесь. Короче, он покаялся, все, приняли его, вот, как брат отступника того. И, значит, сверхъестественно, такое было чудо. Они им пишут много интересного, очень в то время писали, уже после, конечно, да, репрессий этих. Там другие были чудеса, там много всего было. И вот, но в 313 году, когда Константин и Ликиний объявили христианство, чтобы больше не сомневались, точно христиане, католической религии, потому что у римлян не было прецедента гонения на католическую религию. То есть, как бы это была, как бы страховка для христиан, что точно уже, теперь гонения уже не будет. Уже, дякалитяновского дурдома этого не повторится уже точно. Но все равно, как говорится, обжегшись на молоке, на чужую воду дую уже, как бы и многие общины уже как бы не пошли на регистрацию. Вот, даже им обещали и деньги, и дома построить им, и все, но они говорят, нет, мы лучше как-то так, лучше сами, потихонечку, по чуть-чуть, сами как-нибудь переживем. Вот, и, но, как считается историками, основная масса церквей христианских вышла на регистрацию официальную. Порядка 100 союзов церквей, автокефалий, было зарегистрировано с 313 по 325 годы, свыше 100 союзов церквей. Это, начиная с африканских этих территорий, Северной Африки, Ближний Восток, Европа, Огромная территория. Вот, и это множество церквей. И в 325 году собирался первый Вселенский Собор, его называют. Этот Собор, но он, не, он вообще не первый, конечно, собирались и до того христиане, но он, на самом деле, первый из тех соборов, где председательствовал сам император. Поэтому он, это точно был первый Вселенский, потому что император, хотя Константин, он не принимал христианство, хотя есть мнение многих историков, почему-то пишут в учебниках, что он принял христианство туда-сюда, но на самом деле факты говорят об обратном, что он не принимал христианство вообще, вообще, от слова вообще. И его мама, да, мама его принимала христианство, но довольно странное какое-то христианство было у нее, вот, не библейское, явно, потому что епископы, которые были здравые, христианские епископы, они, значит, ее отлучали, и их она репрессировала. В общем-то, Елена довольно странная была женщина. Елена, она, мама Константина, она организовала первую экспедицию археологическую в Израиль, туда нашла, якобы, крест, на котором распяли Иисуса, там, гвозди, там, молоток, все, там, начался культ реликвий, то есть, она позаботилась о том, чтобы христианство превращалось в религию, то есть, чтобы римляне видели в христианстве то, что они называли религары, слово религия. Вот, такая история, неприятная, конечно, к сожалению, да, но, а сам Константин, он, он говорил, что он собирается принять, собирается, но так и не принял. Когда он болел тяжело, уже последний раз он приходил в себя, он впадал в беспамятство уже, и последний раз пришел в себя, это где-то было дня за три, по-моему, или четыре дня до смерти, вот, и его последним волеизъявлением возле него стояли и христианские епископы, ну, ариаги, по крайней мере, которые предлагали ему принять христианство, там были и жрецы языческие, политики, то есть, ну, все понимали, что уже наладан дышит государь, знали, что его последние будут какие-то завещания, волеизъявления, вот, ждали его последних слов каких-то там важных, преемника, или мало ли что, и вот, и христианские епископы предложили ему все-таки перед смертью, но покреститься, принять христианство, он ответил отказом, официально задокументирован отказ его последний, вот, больше того, он волеизъявил будущие верховным понтификом Зевса и Митры, принести жертвы этим богам, но он сам был немощным, он не мог это сделать от его имени, это совершили жрецы этих религий, ом,